Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID массива, собранного на устройстве NAS от фирмы Seagate, модель BlackArmor, на 4 диска. Как восстановить данные с корзины сетевой папки, как активировать данную функцию и как вернуть информацию в случае выхода из строя NAS сервера. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. Хотя нас устройства являются надежным хранилищем, они все равно рано или поздно могут выйти из строя. Если вы не можете получить доступ к данным, хранящимся на NAS, можно попытаться достать файлы с помощью специализированного программного обеспечения для восстановления данных. Как правило, восстановление данных NAS сводится к извлечению дисков из хранилища, подключению их к другому компьютеру и поиску файлов с помощью программного обеспечения для восстановления данных. При случайном удалении файлы можно поискать в корзине сетевой папки. Как это сделать смотрите далее. Для начала рассмотрим как создать RAID массив на данном устройстве NAS. Чтобы создать или изменить тип RAID массива откройте вкладку Хранилище. Если здесь присутствуют чужие диски инициализируйте их. Нажал по этому значку. Далее переходим на вкладку Тома. Изначально у меня был создан составной массив из одного диска. Для того чтобы преобразовать его в RAID 5 нужно удалить этот том. В результате информация которая лежит на диске будет затерта. Жмем ОК для подтверждения. Если там хранятся важные данные сделайте резервную копию. В случае неудачи или сбоя вы уже записали данные, но в процессе перестроения их сейчас затерлась или устройство удалило их полностью. В данной ситуации правильным решением будет восстановить информацию с помощью специализированного софта. После кликните Добавить по значку Плюса. Отметьте диски из которых будет состоять ваш будущий массив и нажмите Далее. Укажите тип RAID. Далее. Задайте ему имя и размер. После чего нажмите Далее и Finish для завершения. Конфигурация RAID успешно изменена. Началась ресинхронизация и форматирование накопителей. Этот процесс довольно продолжителен по времени. Чтобы посмотреть прогресс и сколько приблизительно времени это займет кликните по его статусу. Для того чтобы создать сетевую папку нужно дождаться окончания процесса перестроения. А пока давайте активируем сетевой протокол FTP для доступа к сетевому накопителю. Для этого откройте вкладку Сеть – Сервисы. Для активации FTP устанавливаем здесь соответствующую отметку. Подтвердить. Затем снова возвращаемся на вкладку Хранилища. Общедоступные ресурсы. Здесь кликаем по плюсу. Добавить. Указываем имя будущей папки. Описание. Отмечаем нужные сетевые протоколы. И включаем корзину для данной сетевой папки. Подтвердить. Далее нужно настроить доступ. Я активирую общий доступ к данному каталогу. Для включения общего доступа остановите здесь соответствующую отметку. Подтвердить. Контроль общего доступа к ресурсу обновлен. Для настройки ICSI подключения откройте вкладку Хранилища и активируйте его, установя отметку напротив включить, а затем нажмите подтвердить. Укажите имя устройства, размер и выберите ту. Установите IQN, подтвердить. Роль ICSI Target активирована. После чего подключаемся по FTP или ICSI и записываем данные. Если ваш NAS работает и сетевой диск доступен, но вы случайно удалили данные с диска и их можно попытаться восстановить из корзины. Для этого откройте вкладку Хранилище, менеджер корзины. Перейдите в папку с которой были удалены файлы и восстановите нужные. Если корзина для данного каталога не активирована, придется воспользоваться программой для восстановления данных. Как это сделать я покажу чуть позже. А сейчас давайте рассмотрим как активировать данную функцию корзины для сетевой папки. Откройте вкладку Хранилище, Общие папки, нажмите по значку Редактировать напротив нужной и активируйте корзину. Теперь удаленные файлы будут попадать в корзину и при случайном удалении вы сможете их восстановить. Поскольку в нашем случае корзина не была активирована, возможно восстановить информацию таким образом не получится. В таких случаях нужно воспользоваться надежным софтом для восстановления данных. При случайном удалении, форматировании накопителя, неправильной настройке и других ситуаций с потерей информации или пропаже доступа к сетевому диску и повреждении RAID массива, восстановить важную информацию вам поможет Hetman RAID Recovery. Большинство устройств NAS работает на настроенной версии операционной системы Linux. Все различные проприетарные системы управления RAID основаны на двух технологиях – Linux RAID – MDADM и LVM. Эти системы создают более удобные интерфейсы для управления дисками, в то время как основная технология остается чисто RAID-ной Linux. Hetman RAID Recovery поддерживает обе этих технологии и в большинстве случаев может автоматически собирать такие RAID. Это комплексное решение для восстановления данных с NAS, которое поможет восстановить файлы при различных сценариях. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем, включая системы NAS. Достаньте диски из NAS-хранилища, подключите их к ПК с операционной системой Windows. Не забывайте выключить питание при отключении и подключении дисков. Когда достаете диски из хранилища, пометьте их все в соответствии с тем, к какому отсеку они принадлежат. Эти ярлыки помогут при восстановлении и если потребуется собрать все как было. Если операционная система ПК, к которому вы подключаете диски, попросит вас инициализировать их или отформатировать, не делайте этого, так как в результате восстановить их будет непросто. Утилита имеет автоматически расширенный механизм сканирования, предназначенный для обнаружения и восстановления данных NAS в различных сценариях потери данных. Программа просканирует диски, вычитает из них служебную информацию и соберет из них разрушенный RAID. Внизу отображена информация о RAID-массиве. Проверьте правильно ли удалось программе ее определить. Кликните по накопителю правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть». Затем выберите тип анализа и запустите сканирование. После анализа содержимое диска будет отображаться в правой части окна. Как видите, программа нашла все файлы, которые были записаны на сетевой диск. Если вы ищите файлы, которые были случайно удалены, они отмечены здесь красным крестиком. Отметьте все, что нужно вернуть и нажмите «Восстановить». Укажите каталог для сохранения. По завершении эти файлы будут лежать в указанной папке. При анализе RAID с операционной системой программа отображает несколько массивов. Зеркальный RAID с операционной системой и пятый RAID с данными. Если вам нужно восстановить данные системной папки, проанализируйте зеркальный RAID, на котором размещены системные файлы. Для восстановления и при случайном удалении информации с ICSI диска запустите программу для восстановления данных. В Headman RAID Recovery данный диск видит как физический. Это значит, что вы сможете его просканировать и восстановить случайно удаленные данные с него. Кликните по накопителю правой кнопкой мыши «Открыть», выберите тип анализа и дождитесь его окончания. Как видите программа нашла все файлы, которые лежат на диске и те, которые были удалены. Отметьте те, что нужно вернуть и нажмите восстановить. При наличии нужной информации на диске Headman RAID Recovery в автоматическом режиме собирает разрушенные RAID массивы. Но при повреждении диска или затирании служебной информации программа может не собрать RAID в автоматическом режиме. Если вам известны параметры поврежденного массива, вы сможете сделать это вручную с помощью RAID конструктора. Откройте конструктор. Выберите пункт «Создание вручную». Затем заполните поля с данными RAID, тип, порядок блоков, размер. Добавьте диски, из которых он состоял. С помощью стрелок укажите их порядок. Недостающие заполните пустыми кнопкой «Плюс». При верно указанных параметрах, как правило, внизу RAID будет иметь хоть один раздел. Разверните его, чтобы проверить наличие нужных папок. Если нужные папки отображаются, RAID было построено правильно. Заполнив все известные параметры, нажмите «Добавить», после чего вы попадете в менеджер дисков, где будет отображаться добавленный RAID. Для восстановления осталось его проанализировать, найти файлы, которые нужно вернуть, выделить их и восстановить, указав конечную папку. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.